Ученые Казанского федерального университета активно занимаются разработкой различных проектов. Так, 8 ученых КФУ выиграли в конкурсе Российского научного фонда проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых. Сам конкурс рассчитан на то, чтобы молодые ученые возглавляли новые научные группы, в которых финансировался Российским научным фондом. У нас одна из таких групп, то есть у нас 8 человек в составе этой группы, и по условиям конкурса там должно быть не менее 75% людей до 35 лет. Направление, в котором ведется исследование, называется структурная биология. Создается в Казанском университете с 2014 года. В том же году была создана соответствующая лаборатория. Изначально в 2014 году, как была создана лаборатория структурной биологии, она была создана на паях между физиками и биологами, то есть 50 на 50. Половина людей со стороны физиков была, половина со стороны биологов, потому что здесь мы используем большой набор и биологических методов, и физических методов. Изначально наша лаборатория создавалась как совместная российско-французская лаборатория, и также у нас есть коллаборация с Институтом микробиологии в Штубберге в Германии. Конечная цель проекта – создать новые антибиотики, которые будут работать целенаправленно против стафилокока. Сам проект посвящен изучению структуры специфичного для стафилококковой системы белка, которая помогает рибосоме стафилокока синтезировать другие белки, которые, в свою очередь, являются патогенными. То есть основная наша идея – это найти структурные различия в этой системе человеческой и, таким образом, предложить какие-то новые подходы для разработки антибиотиков против стафилококков. Средства гранта планируются направить на закупку расходных материалов, реактивов для выделения белков, лабораторного оборудования, зарплаты сотрудников и командировки молодых ученых на стажировки в ведущие исследовательские центры Германии и Франции. Диана Шилова, Леонард Валитяров, Универньюз. Субтитры создавал DimaTorzok